МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго дня! Тема нашей сегодняшней программы отвечает состоянию нашей души. Обновление весеннее, обновление и все, что с ним связано. Как его достичь, стоит ли к нему стремиться и вообще, что такое обновление? Как ты думаешь, Алина, сегодняшний гость ответит хотя бы на часть этих вопросов? Конечно, потому что весеннее обновление начинается, главное, со здоровья. А вы считаете, что грудное молоко – это всего лишь еда? То вы глубоко ошибаетесь. На эти вопросы нам сегодня ответит врач-педиатр-неанатолог. Ну что, в ожидании этого события, вы, кстати, заметили, что нас всего двое. А ведь мы должны быть втроем, нас должно быть трое сегодня, но Иришка задерживается. У нее тоже свое обновление, связано оно с кухней непосредственно. С чем именно? Сейчас вы узнаете. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! А я по дороге на эфир передачи «Город женщин» забежала в посудный магазин, чтобы дать вам несколько советов, как обновить кухню с помощью разделочных досок. Я хочу сказать, что доски подразделяются у нас на три вида. Есть деревянные, есть пластиковые и есть стеклянные доски. Деревянные доски, они очень красивые, хорошо смотрятся в интерьере, но у них есть одно но. От ножей остаются небольшие прорези при использовании. Поэтому с ними нужно обращаться бережно, покупать, рекомендую, из дерева бук, гиве или дубовые доски. Они прослужат вам долго и наиболее прочные. Далее у нас пластиковые доски. Они легкие в обращении, очень легко мыются, но тем не менее на них тоже остаются разрезы от ножа, поэтому нужно обращаться с ними бережно. И третий вид у нас доски стеклянные. Они, наверное, самые практичные на кухне, потому что на них не остается никаких надрезов. Стекло ножом разрезать невозможно. Но есть одно но, которое не всем понравится. Когда на них режешь какой-то продукт, они издают неприятный скрежет, как звук ножа по металлу. Но тем не менее выбор за вами. Обновляйте свои кухни. Всем желаю удачного понедельника. Пока. Сколько времени, кстати? Все, я опаздываю. Пока. Привет, девочки. Извините за опоздание. Ну ничего, зато нам было интересно. Я очень спешила. И я хочу начать сходу объявить конкурс. У нас сегодня снова конкурс. И тот, кто первый ответит на вопрос, получит вот этот. Присмотрите, какие замечательные формочки для выпечки печенья. И здесь даже есть такие печати. Классные. Так вот. Вопрос звучит так. Клип на песню «Из какого фильма не так давно сняли хозяюшки клуба «Вкусная шкатулка рецептов»?» Кстати, этот клип был показан здесь, на передаче «Город женщин». Тот, кто первый ответит на этот вопрос, получит вот этот приз. Свои ответы присылайте в WhatsApp, который вы видите на экране. Телефон 8-914-256-3756. Удачи. Надо назвать кинофильм, так? Да. Очень хорошо. Ну что, пока вы пишете свои ответы, я уверена, что вы знаете ответ, я готова пригласить в студию нашего гостя. Прошу. Это Анжелика Тупицына. Это руководитель епархиальных проектов. Это руководитель ресурсного центра «Спас». Здравствуйте. Добрый день. Как серьезно все звучит. Скажите, пожалуйста, вы, конечно, занимаетесь и президентскими грантами, Анжелика. Что такое президентский грант? Так пафосно звучит. Что он из себя представляет? Ну, несколько лет назад Владимир Владимирович Путин объявил конкурс президентских грантов. Туда вошли несколько грант-операторов тогда. Это большие такие фонды, как общество знаний и так далее и тому подобное. Вот два года назад этот конкурс усовершенствовался и стал фондом президентских грантов. Сегодня есть портал, документы оборот, там весь электронный, подключено очень много сервисов. И сегодня бюджет фонда президентских грантов – это 8,5 миллиардов. Ого. Да, 8,5 миллиардов. Это очень такая серьезная сумма. Надо сказать, что Якутия активно принимает участие в этих конкурсах и выигрывает также активно. В прошлом году было привлечено 32 миллиона в нашу республику некоммерческими организациями, которые стали победителями фонда президентских грантов. Из года в год одинаково проходит этот конкурс или какие-то есть отличия? В этом году конкурс президентских грантов будет каком-то иным каким-то? Да, в этом году он несколько изменился. То есть в прошлом году проходило всего два конкурса, в этом году будет три. Первый конкурс уже прошел, было подано порядка 9 тысяч заявок, 100 из Якутии. Прием заявок уже закончен на первый конкурс, и 30 мая мы узнаем победителей. Второй будет объявлен 9 июня и закончится 31 июля. То есть у наших некоммерческих организаций есть почти два месяца, чтобы представить свою заявку. И третий будет проходить в октябре-ноябре этого года, и там уже пойдет, собственно говоря, заявка на 2020 год. То есть реализация проекта. Я знаю, что у Иры сразу возник вопрос, и она меня спросила, а все ли могут получить это? Ну, в принципе, да. Самое главное – иметь хорошую идею. Хорошую идею для своего социального проекта. Это может быть маленький проект, у нас очень много победителей именно из глубинки, из села, которые реализуют свои проекты там. У них бюджет небольшой, до 500 тысяч. Фонд охотно дает таким вот некоммерческим организациям на реализацию проекта. Что нужно? Ну, в первую очередь, некоммерческая организация, конечно, должна быть зарегистрирована на территории республики, если мы хотим подавать заявку имена от республики. Желательно, чтобы она была зарегистрирована больше года, тогда шансов, конечно, больше. Очень желательно, чтобы были какие-то проекты уже реализованы, то есть это могут быть гранты муниципального уровня, республиканского уровня. Ну, и, конечно, самое главное, конечно, иметь хорошую идею, сильную команду, и тогда я более чем уверена. От сильной команды многое зависит, да. Очень многое зависит, тем более фонд президентских грантов, там, когда идет оформление заявки, обязательно забивается вся команда проекта. То есть это минимум 5 человек, все, которые у вас будут принимать участие. И мы прекрасно знаем, что эксперты, один из первых пунктов, что они смотрят в вашей заявке, это, конечно, команда проекта. Чем больше у вас там профессионалов, тем лучше. То есть, как я поняла, у вас непосредственно можно получить консультацию по поводу вот этих грантов, да? Да, конечно, к нам можно прийти со своим грантом, если вы находитесь за пределами города Якутска. С нами можно связаться в электронном виде, мы вам поможем. То есть зайдем на вашу заявку непосредственно и посмотрим ее. А с чем связаны такие сложности? Это так трудно оформить грант? Почему обязательно помощь нужна? Дело в том, что сейчас вообще у нас, ну, это тенденция и мировая, и, естественно, у нас в России мы все переходим на электронные сервисы. Абсолютно все. И сейчас у нас, вот мы говорим о проектах управления и так далее, тому подобное, мы только переходим. На самом деле грантополучатели, это мы, мы уже давно на это перешли. То есть мы разрабатываем проект, который имеет начало, имеет конец, имеет свой бюджет, имеет свою команду проекта, свои ключевые точки, которые нам необходимо пройти, чтобы реализовать этот проект, чтобы он состоялся. То есть мы вот в этом так работаем. И не все, к сожалению, видят, да? Не все умеют пользоваться этими сервисами. Поэтому, конечно, здесь нужна консультация. А у меня вопрос. НКО может каждый зарегистрировать? В принципе, да. Ну, не каждый. Там должно быть несколько учредителей, да, таких. Вот мы с вами сейчас здесь сидим, решили основать, значит, некоммерческую организацию «Город женщин». Вот что мы решили, что вот какая у нас будет направленность, чем мы будем заниматься, пропишем устав и подадим, зарегистрируемся. Интересно, а чем бы мы могли заниматься, девочки? Какая хорошая идея-то возникла. Если мы создадим НКО «Город женщин», чем бы мы занялись? Благотворительностью. Так. То есть дальше всего какие-то кулинарные курсы. Например, вы могли бы где-то выезжать, выйти из студии, выезжать в наши улусы, в наши села, помогать там женщинам и так далее. То есть на это тоже можно было бы попросить грант. Интересная идея. А в целом какие идеи получает грант? Самые разные, самые разные. Якутская епархия, например, три года подряд становится победителем фонда президентских грантов, поэтому мы решили открыть свой собственный ресурсный центр, потому что еще и многие наши приходы, которые тоже являются некоммерческими организациями, тоже становятся победителями грантов. Мы делимся опытом и так далее. Мы, например, сняли уже целую серию фильмов, серию роликов «Читаем Евангелие вместе». Может быть, вы видели на... А, «Читаем Евангелие», это вы снимали. Да, это все тоже наше. Вот эти фильмы, которые идут, они все истории православия Якутии об этом рассказывают. Ну, естественно, история православия и история самой Якутии, они неразрывные. Поэтому мы идем с этой идеей. Вообще идей очень много, очень много. Один из наших, вот, например, проектов, выиграв в глубинке, это Верхневилюйск, мы выиграли там на школу колокольного звона, соответственно, и на комплект колоколов, что очень большая помощь для маленького храма в глубинке. Ну, а в целом, то есть я могу и обустройство сквера предложить, да? Конечно. И собственного двора какую-то большую жизненную площадку для целого микрорайона, так? Да, мы, допустим, вот сейчас готовили заявки, заявки разные, и, допустим, готовили заявку по фонду помощи животных. То есть если бы Ирина, допустим, наша захотела давать какие-то мастер-классы, да, социально незащищенным слоям населения, в том числе и выпускникам детдома, которые, в общем-то, к жизни не приготовлены, да? Да, это социальная миссия. Это социальная миссия, если Ирина создаст НКУ, у нее все получится. Этим мы уже, кстати, занимались. Как здорово. Да, хозяюшки нашего клуба проводили благотворительные миссии. Да, это правильно, вы лишаете какую-то вот такую социальную проблему, да, вы помогаете им. Очень хорошо. Хотя мы не НКО. Ну, многие люди делают это, не взирая ни на что. Но если вы целенаправленно занимаетесь именно социальными проектами, конечно, без грантов не обойтись. У нас тема программы – весеннее обновление. Для тебя, Анжелика, что такое весеннее обновление? Как руководителя, конечно, своего проекта, ну и как для человека. Ну, я человек православный, поэтому, конечно, в нашем мире это в первую очередь Пасха. И она будет буквально вот в это воскресенье, через неделю. Я всех поздравляю с наступающей Пасхой. Сейчас идет Страстная Седмица. Это вот как раз заканчивается Великий пост, который является как раз обновлением. Очень хорошо. Есть еще вопросы, девочки? Может, у вас какая-то идея созрела по НКО? Просто я не знала, оказывается, что такие гранты есть, а вот сегодня узнала. И что-то хочется создать прямо. Сразу захотела. Конечно, с удовольствием. Создавайте, приходите с вашими идеями. Что связано с здравом, с медициной, такое есть, да? Конечно, очень много. Очень много. У нас очень много центров реабилитационных, да, которые, допустим, мобильные. Они выезжают в районы. У них там есть вот эти все оборудования, такое портативное медицинское, флюорограф и так далее и тому подобное. Они проводят там обследования, исследования, делают какие-то назначения. Очень много. То есть даже такая тематика? Оно разноплановое, и фонд президентских грантов рассматривает разные направления и по разным направлениям дает финансовую поддержку. Так, мы вернемся в нашу студию сразу после рекламы. Будьте с нами, впереди много интересного. Мы возвращаемся в студию к нашей, чуть было не сказала, грантоедке. Но нет, не скажу, потому что здесь все окрашено в такие положительные тона, поскольку, во-первых, речь идет о президентских грантах, во-вторых, речь идет о проектах, которые делают нашу жизнь более комфортной, более благоустроенной. И самое главное, позволяют людям реализовать все свои благотворительные порывы, то есть оказывать помощь другим людям, не ущемляя себя в средствах. Это же так? Скажи, пожалуйста, есть конкурс такой, Якутия Пасхальная. Расскажи немножко, он заканчивается. Да, это конкурс детского творчества, объявленный архиепископом Романом Якутской епархией. Там несколько номинаций. И пришло очень много работ в этом году детских рисунков. И мы подводим итоги конкурса, уже, собственно, не подведены, но награждение победителя у нас будет в Светлое Воскресенье Христова в Русском театре драматическом. Как раз на открытие фестиваля «Золотые купола» в 6 часов архиепископ Роман объявит победителей и выручит призы. Призы в этом году просто шикарные. Это гаджеты такие электронные, которые как раз детям нравятся. И мы специально их взяли. И вот Владыка Роман их наградит. Понятно. А скажи, что нам следует ждать Якутии? Каких еще потоков денежных, которые люди могут поймать и реализовать свои проекты? Ну, в первую очередь, конечно, понятно, о фонде президентских грантов мы поговорили, но есть еще региональные конкурсы. Вот сейчас, например, 6 мая Министерство по делам молодежи объявляет ряд конкурсов для социально-ориентированных некоммерческих организаций, которые идут по нескольким направлениям. В принципе, как и фонд президентских грантов, направления такие же. Это и по молодежной, и по профилактике алкоголизма и наркомании, культуры и искусства. То есть очень много направлений. Сейчас этим занимается Министерство молодежи. Оно идет достаточно так. Ну, получило это направление только в этом году, но, тем не менее, идет достаточно так прогрессивно. Потому что, ну, ребята молодые, они используют все вот эти электронные сервисы и так далее, и тому подобное. В общем, с ними очень удобно работать. Плюс есть, конечно, муниципальные конкурсы. Их тоже очень много. Это и народный бюджет, и гранд-главы города Якутска. У нас здесь тоже очень много конкурсов проходит. Просто нужно их отслеживать. Отслеживать их можно на сайтах. Вот, допустим, если вы зайдете сейчас на портал Министерства молодежи, вы увидите, что там уже есть. То есть на официальных сайтах органов госвласти. Ну, возвращаясь к нашему весеннему обновлению, у Иры есть вопрос. Да. На самом деле, Ира хотела спросить, какую Пасху предпочитает Анжелика. Да, я хотела рецепт попросить. Может быть, творожные? На Пасху не только же делают куличи, творожные Пасхи. Пасха вот эта вот творожная. Вы знаете, этот секрет есть, но он держится за семью секретами, семью печатями. В нашем Покровском монастыре женском они делают шикарные совершенно Пасхи, которые несколько, может быть, ну, вот я родилась, выросла здесь в Якутии. И у нас, ну, такой традиционный кулич с изюмчиком, да, вот он у нас всегда везде и всюду. А там, на юге России делают еще творожные Пасхи. У нас вот, ну, как-то вот, я не знаю, может быть, у кого-то это и было, но у меня в детстве такой Пасхи никогда не было. И поэтому, когда из монастыря к нам привозят, я... Очень вкусно. Да. Ну, я как-то почитала рецепт творожной Пасхи, это, знаете, такое разнообразие продуктов, главное, времени надо много потратить, но очень вкусно бывает. Спасибо большое, что нашла время, Анжелика пришла к нам, рассказала на столь интересную тему. Мы беседовали сегодня, хотя она кажется скучной, однако гранты это та система, которая, да, внедряется во всем мире, она есть, и до России она тоже добежала. Спасибо большое, но призываю всех оставаться с нами, потому что впереди у нас, во-первых, мы подводим итоги конкурса, во-вторых, у нас еще масса интересных гостей, ближайший гость это человек в белом халате, а советы от него всегда ценны. Ну, а сейчас вашему вниманию сюжет, в котором вы узнаете наверняка множество мест, в которых вам хотелось бы побывать, и, возможно, когда-нибудь это случится. В мире столько прекрасных и удивительных мест, о которых мы вам с радостью поведаем. В Южной Америке располагаются поразительные столовые горы, называемые Тепуи. Здесь можно увидеть неземные пейзажи, которые больше похожи на декорации какому-нибудь фантастическому фильму, чем на реальность. Ученые утверждают, что эти горы, состоящие из твердого песчаника, с крутыми, почти отвесными склонами и плоскими, усеченными вершинами, древнейшие в мире. Они образовались впоследствии разрушения огромного плато. А далее отправимся в Мелиссане. Это название пещеры и озера, расположенных на восточном побережье греческого острова Кефалония. Это геологическое образование возникло благодаря растворению горных пород, в течение которого вода, проделывая себе ходы в известняковых породах, разрушала их и создавала впадины. В центре пещеры Мелиссане находится изумительно красивое подземное озеро, возраст которого достигает только, представьте, 20 тысяч лет. Его кристально чистые бирюзовые воды в обрамлении изумрудных зарослей создают здесь поистине сказочную атмосферу. На очереди Версаска. Это 30-километровая горная река, которая находится в одноименной долине в италоязычной части Швейцарии. Своё начало она берёт на вершине горы. Затем её путь лежит на юг, через живописные долины, где река впадает в горное озеро между Швейцарией и Италией. Река Версаска славится своими кристально чистыми бирюзовыми водами. Это место привлекает бесконечные потоки туристов, любителей подводного плавания и ценителей истинной красоты природы. Ещё одно удивительное творение – это каньон Антилопы. Оно представляет собой причудливые песчаные скалы с гигантскими щелями, освещенными восхитительным и магическим светом. В течение нескольких столетий вода и ветер вытачивали в красном песчанике углубления на несколько сотен метров. Своё название каньон получил благодаря рыже-красным стенам, напоминающим шкуру антилопы. И завершает наше маленькое с вами путешествие Гейрангер-фьорд. Это один из самых живописных и наиболее посещаемых норвежских фьордов. В 2005 году этот фьорд и прилегающие к нему территории были причислены к списку объектов природного наследия ЮНЕСКО. Да, здесь безумно красиво. На этом всё. Больше путешествуйте и узнавайте наш мир ещё лучше. Я одна раз убедилась, что камера творит волшебство. Когда снимают красоты Якутии, я представляю, как захватывает дух у тех иностранцев, которые видят красоту нашей республики. Ну а я обещала, что мы напомним о конкурсе. Сделаю это не я лично, но хозяйка этого конкурса. Ира. Ну а я хочу напомнить про конкурс. Победитель получит вот такой приз. Это замечательные формочки для печенья. А вопрос звучит так. Клип на песню из какого фильма не так давно сняли хозяюшки клуба «Вкусная шкатулка рецептов». Свои ответы присылайте на WhatsApp. Номер телефона вы видите на экране прямо сейчас. И в начале кулинарной рубрики мы узнаем имя победителя. Ну что, мы уже готовы пригласить гостя в белом халате, поскольку впереди у нас рубрика «Ваш доктор». Еще раз добрый день, девочки. Начну традиционно с вопроса. А вы кормили грудью ваших детей? Конечно. Тебе по всем четырем моим детям дать? Да. Потому что там по-разному было. Ну и как у вас? Сохранилась красота или не сохранилась? Сохранилась. Ты знаешь, как сказать. А вы заметили, что ваши дети болеют или не болеют часто? Не болеют. Не болеют. Меня болеют, как у всех, наверное. Потому что кормила я минимум времени. Давайте спросим у профессионала. Приглашаем в нашу студию врача-неанатолога Оксану Сафранееву. Добрый день. Здравствуйте. Прекрасно выглядите, да? Да. Скажите, вот, с какими проблемами могут столкнуться мать, когда она начинает кормить ребёнка? Спасибо за вопрос. Ну, рождение ребёночка – это само по себе чудо, да? Мамочка всегда волнуется и заботится о ребёночке. Основные проблемы, которые встречаются в нашей мамочке – это неуверенность. Поэтому важна поддержка родителей, семьи, мужа и, конечно же, медицинского персонала в роддоме для остановления лактации. Далее у нас идут такие проблемы, как трещины и боль в грудях. Трещины бывают в основном из-за неправильного прикладывания к груди. Так, дальше ещё… А ещё потому что долго может быть. Например, у меня был такой опыт печальный с первой дочкой, когда мне просто было хорошо, я лежу, она спит, и, в общем, я не вижу нужды, как бы, вынимать грудь у неё изо рта. И она так сладенько спит, и мне хорошо. Вот это может служить причиной? Ну, причиной, так, что долго сосёт. Это не причина. Это в основном, когда ребёнок сосёт только сосок, а не ореолу всю. Вот тогда вот появляется боль. Понятно. Трещины. Понятно. Спустя 28 лет. Бывает же, когда ребёнок не берёт грудь, какие могут быть причины наиболее частые, что ребёнок… Бессловно, есть несколько причин, которые, когда ребёнок отказывается от груди, да. Ну, в первую очередь, как я уже говорила, это неправильное прикладывание, когда ребёночку неудобно, некомфортно. Во-вторых, это, скорее всего… ну, не скорее всего, а в основном это отёк и неправильная форма соска. Отёк бывает из-за лактостаза, когда ребёнок неправильно берёт, да. В последующем, в первые полугодии, во втором полугодии, да, это могут быть… зубки у нас появляются, да, тогда ребёнок капризничает. В-третьих, это плохое самочувствие ребёночка. Вот тогда он тоже отказывается от кормления, да. И ещё вот есть такой случай, когда ребёночка отказывается, когда мама совсем по-другому пахнет. Другая парфюмерия, косметика. А, это тоже, да? Да, это очень большую роль тоже играет. Странно. Ага, и ещё, когда вот более взрослые дети, они вот отвлекаются, ага, поэтому атмосфера должна быть спокойная, тихая, да, ага, чтобы ребёночек не отвлекался ни на что. Вот тогда ребёночек не отказывается от кормления. То есть очень много правил как осуществует, да. Ну, знаешь, когда у тебя много детей, там уже не до того, там всегда такая атмосфера вокруг, будто, не знаю, мамай прошёлся. Ну, ребёнок привыкает, мне кажется, ко всему. Главное, чтобы мамочка хотела кормить. Да. И чтобы молоко было такое густенькое, ничего не было. Давайте мы продолжим эту интереснейшую тему чуть позже, а пока уйдём на рекламу. Но говорите о молоке, не перестанем, ведь это так интересно. Ну что ж, почему же так важно именно кормить грудь и какие микроэлементы ребёнок получает от матери? Можете рассказать, да? Преимущества грудного скармливания, конечно, безусловно, они не сравнены ни с чем. Это жидкое золото, это материальная любовь. И ценность материнского молока, она уникальна. Ну, во-первых, это индивидуальная пища для ребёночка, да. Он именно подобран именно под его зрелость, под его индивидуальные способности, да, ребёночка. В молочных смесях, если сравнить, да, нету вот гормонов роста, нету иммуноглобулинов, АЕ, которые вот предотвращают аллергические реакции, да. В женском молоке имеются бифида и лактобактерии, которые заселяют именно вот кишечник ребёночка, да. Ага, потом в грудном молоке есть так называемое переднее и заднее молоко. Переднее молоко – это наши углеводы. Это основной энергетический запас ребёночка, да. А вот жирные кислоты, которые находятся в заднем молоке, они помогают, ну, нужны для созревания именно головного мозга. Вот те, кто на грудном скармливании, у них IQ выше, чем у… Это научно доказано. Да, научно доказано. Вот это, да. А что делать медным искусственникам в таком случае? Чем руководствоваться, когда выбираешь, если ты не можешь кормить по медпоказаниям или, ну, нет, молока пропало? Чем руководствоваться, выбирая грудное скармливание? Молочную смесь надо подбирать очень тщательно и индивидуально каждому ребёночку, потому что молочная смесь, она сам по себе – это антиген, да? Он сам по себе может вызвать аллергию. Поэтому нужно учитывать возраст ребёночка, противопоказания, да, аллергический анамнез матери, как протекала беременность, да, и какие, вот, какие именно, ну, подбирать, как сказать… Какие компоненты подойдут? Да, да, состав надо обязательно… Это же очень сложно, может женщина сама это сделать, это же врач должен делать. Да, это обязательно должен подбирать врач, потому что сейчас смеси нового поколения, они в основном делаются из козьего молока. Это очень полезно, что говорят, козье молоко. Да, полезно. И в них состав сейчас включаются олигосахариды, которые предотвращают от инфекционных заболеваний, потому что, вот, конечно, вот не всегда вот можно обработать или не скипятить, да, вот такие, как сказать, опасности искусственного скармливания всё равно есть, именно инфекционных. Которые, которые именно в козьем молоке содержатся, получается. Да, да. А говорят, что там пальмовое масло и так далее, которые содержащиеся в смесях, это плохо. Ну, ну, всё равно, наверное, да, какие-то вот эти… Шашелок вообще много, Алина, если всех слушать, не переслушать. Да, вот, мне вот интересно, сейчас очень бум же такой, да, можно ли кормить грудью в общественных местах? Сейчас даже целые ток-шоу снимают, за или против. А как вы, как врач, относитесь к тому, что нужно ли кормить ребёнка именно, например, в кафе или там где-нибудь? Как врач и лично моё мнение, я думаю, что скармливание грудью – это сугубо сокровенное такое… Таинство, да, получается, даже матери ребёнка. Да, желательно кормить и планировать кормление ребёночка. Чтобы никого не было лишнего. То есть вы считаете, что ребёнка нужно кормить именно по времени или по требованию? По требованию. Всё равно по требованию. Да, по требованию, но при этом планировать, когда идти. Если куда-то идёте гулять, надо… То есть режим нужно составлять, получается. Да. А до какого возраста надо кормить ребёнка? По рекомендациям ВОЗ сейчас грудной скармливание рекомендуют до полутора-двух лет. А исключительно грудным скармливанием надо кормить до шести месяцев. А так как шести месяцев уже идёт при корме. У нас тема. Ира, молодец. А давайте пройдём на застойку. У нас там есть интересные овощи, которые мы бы хотели спросить. Да, мнение врача было бы интересно. Я тоже вместе с вами пойду, да? Так, ну у нас… Вот у нас тут есть свекла, морковь. И вы, наверное, знаете, что многие, чтобы похудеть, сохранить свою фигуру, готовят салат под названием «Щётка». Наверное, слышишь, да? Да, туда входит. А как вы думаете, туда входит свекла, морковь, обязательно сырые и капуста белокочанная? А почему тогда редко надо кушать? Я каждый день могу это есть. Но здесь мы вместо капусты принесли яблоко. Так вот, беременным кормящим мамочкам можно такой салат? Ну, как специалист по грудному скармливанию, как нас учили, да? Вот салат «Щётка» я бы не рекомендовала хотя бы до шести месяцев, потому что вот мамочки… Свекла именно кушать, да? Да, мамочки. Это же аллергены. Свекла, морковка, это все аллергены. И могут вызвать колики, наверное, даже у ребёнка, да? Да, да, да. Получается. Потому что мамочки худеем после шести месяцев, получается. Мамочки не толстеем просто во время… Нет, во время грудного скармливания мамочки и так худеют, потому что если в течение шестнадцати минут вы кормите грудь, вы теряете пятьдесят килокалорий. А теперь вам несколько слов с нашим телезрителем. Как пожелания. Я бы хотела пожелать, чтобы каждая мамочка кормила ребёночка грудью, потому что это, как сказать, передача своей любви, открытие женственности. Когда ребёнок получает грудное молоко, ребёнок чувствует себя психологически стабильным, уравновешенным и более счастливым, чем дети, которые кушали молочную смесь. Спасибо. Спасибо вам большое. Очень интересно. Ну и самое главное, IQ-то выше, мы же уже теперь это знаем, это подтверждено. Ну а мы не зря собрались на вкусные шкатулки, а именно за этим столом, потому что сейчас сюда припожалуют сногсшибательные просто гости. Ждём их. Ну что, мы продолжаем нашу передачу в рубрике «Вкусная шкатулка рецептов». Я хочу объявить победителя конкурса, к сожалению, спросила имя, фамилию, но мне так и не ответили пока, поэтому я озвучу номер телефона, тот, кто первый отправил. Конечно же, это фильм «Девчата». Всеми любимый фильм всех времён и народов. Итак, номер телефона 8-914-103-22-85. Номер победителя. Поздравляем. Остальным участникам большое спасибо за участие. Поздравляем от души, и мы присоединяемся. На самом деле мы ждём гостей. Я даже не знаю, будет ли нам место после того, как сюда войдёт целая семья. Что вы будете готовить, Ира? Мы сегодня будем готовить блюдо, которое я выбрала у себя из Инстаграм. Оно набрало много лайков. Называется «Роза-поза». «Роза-поза»? Да. Это интересно. Все вы знаете, «поза» — это у нас бурятское блюдо национальное, да, очень вкусное. И я не знаю, кто придумал делать из него розочки, но вот будем делать оригинальное блюдо сегодня. Хорошо. Мы ожидаем гостей. Я в который раз уже говорю, гости сногсшибательные. Вот они уже появились. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, я понимаю. Мы такой сладкий. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Это наша семья Сахая и Санра Бурнашова. Водичка. А, молоко. Все милюбимые наши артисты и кусты эстрады. И они пришли сегодня не одни, а с маленьким... Сан Санычем. Сан Санычем. А он вообще идёт? Сан Саныч первый раз здесь. Он сам идёт к посторонним людям или не идёт? Идёт, идёт. Давайте мы его возьмём. Давайте вы возьмёте его. Только молоко надо ему дать. За молоко сходи, пожалуйста, Саша. Давайте. Сходи. А что будем готовить? Сегодня дебют имел. Дебют. Поздравляем с дебютом. О, вот как здорово. Сан Саныч. Всё, мы забираем цветок и пойдём на место. Иди сюда. Немножко он сопливит, а? Ну ничего. Весна. По весне всегда так. Ольга, мы сегодня с вами давайте попробуем приготовить такое блюдо, которое называется роза-поза. Позы любите? Позы, конечно, любим. Ваше фирменное блюдо, семейное какое? Семейное. Ну, мы любим пельмени домашние. Пельмени. Ну, это как раз из этого разряда. Да-да-да, бузы иногда делаем тоже. Нам нравится. Ну, такое вот, когда семья собирается, много народу, и как-то это приобщается, ну, сближает, можно сказать. Так, а можно спросить рецепт у вас, а тесто вы из чего делаете для пельмени? Потому что тут пельменное тесто. Пельменное тесто, да. Обычно мука, сахар и водичка. Мука, два яйца. Два яйца, и соль, и вода. И масло. Я добавляю еще растительное масло. Амунит. Не добавляйте, да? Да, чтобы оно помягче было. Делаем тесто, потом отправляем его на 30 минут отдыхать. И дальше пельмени, бозы, манты. Ну, в общем, из этого пельменного теста можно много чего. Итак, значит, мы тесто раскатываем, уже раскатали. Я просто сейчас покажу. Да, можете одеть. У нас тут формочка где-то была круглая. Так, и вот этой формочкой мы кружочки вырезаем. Нам нужно 4 кружочка. Александр, расскажите, пожалуйста, кто из вас больше времени проводит на кухне? Вы или сахая? Это по-разному бывает. Я рано стою, поэтому утренние завтраки делаю сам. Потом обеду и на женамах делаю. Завтраки на вас, да? Я буквально позав... Вчера, по-моему, да, сырники. Да, 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 он очень-очень много лайков подрали. Вообще, у мужчин всегда хорошо получается, да? Да. Вкуснее. Вкуснее получается. Допустим, вот очень занятые люди, да, вы приходите вечером домой. Есть какое-нибудь такое блюдо, которое вы можете сделать на скорую руку. Вот пришли, с работы прибежали, и что вы можете сделать? А у нас заготовок очень много. Да, здорово. Заранее все, да. Тевтельки делаем, котлетки делаем, фарш у нас. У нас всегда есть рыбку тоже, рыбные котлеты тоже любим. Ага, и быстро, и, конечно же, покупаем овощи. Хотя по осени мы вот морковку там можем, из морковки там аджику сделать. Или порезать, и сразу в холодильник, да, и сразу можно доставать, что-то приготовить. У вас огород есть, да? Огород, конечно, да, обязательно. И ходим по грибы, по ягоды, там вареньки, там все, маринады у нас есть тоже. И что вы там выращиваете на огороде, какие овощи? Огурцы, помидоры обязательно. Ага. Иногда она же на балконе. Ага, на балконе, кстати, тоже растут. А на балконе уже что? Огурчики растут, хорошо. Огурцы? Прямо до таких размеров. Уже, наверное, урожай забрали, да? Нет еще. Только-только начинаем. Ага. Так. Это, это, да, это ленивые, да? Это ленивые, да. Ну, можно назвать ленивые. Вот так вот четыре кружочка взяли. У нас тесто подтаяло здесь, конечно, немножко, да, пока лежало. Друг на друга положили, положили дорожку фарша. И начинаем вот с этой стороны подгинать вот так вот тесто. Огур. И далее потом вот так его скручиваем в форме розочки. Просто все вместе из четырех вот этих кружочков. И как у роза получается? Ну, и вот такая вот у нас, ну, наподобие такой розочки получается. Вот так вот. И потом мы это обжариваем на сковородке и сверху заливаем водой. Ну, сейчас пока уйдем на рекламу, после рекламы мы с вами продолжим. А, мы были... Ну, что ж, как видите, у нас сегодня очень необычные гости. И пока на кухне совершается таинство, мы здесь с Ансанычем прекрасно устроились. Скажите, Захая, как же вам удается продолжать концертную деятельность, несмотря на наличие маленького ребенка? Ну, мне кажется, что сейчас все успевают. Сейчас все шустро, все работают, приходят с работы, из детсада забирают, со школы забирают. И все прекрасно, все успевают. Правда же, да? Ну, конечно, мы иногда уезжаем на гастроли, но мы с Ансаныча вот впервые забирали в этом году с собой. Даже вот за реку, да? Вот, поэтому он уже привыкший у нас. Он привыкший звукам, в больших концертах, закулисный очень человек. Да, и даже говорят, что он уже... Наверное, будет артистом, да? Сын полка, сын театра эстрады. Сахая у нас вовсю готовит розочки. Прямо я даже не успеваю за ней смотреть. Вообще. И Александр нам хотел показать, как он делает. Его версию. Ага, и вашу версию. Пельмени. Как вы делаете? Обычная версия, да? Вот так, например. Это убираем. Так. Ну, видим, что у вас все так ловко получается. То есть вы вдвоем на кухне прекрасно себя чувствуете. Я вот так вот обычно делаю. Вот так, да? Семейный подряд. Семейный подряд. Обычно. А, у мамы изящно, а у папы вкусно и много. Я все поняла. Вот так. И сын помогает, главное, да? Помогает. Вот. Помогает? Вот посмотрите, как Александр делает. Это чуть-чуть быстрее. Просто на полоску теста, фарш и дальше мы его. Чуть-чуть как бы быстрее, да, получается. Мужской вариант, да. Я и говорю, у него сутки. И заворачиваем. Вот так заворачиваем. Ага, вот так вот. Вот сказывает. Так вот как режется, да? И просто режем. Ну, типа, точно такая же картина получается. И вот чуть-чуть снизу вот так вот. Да, да, да. Выбираем. На скорую руку. На скорую руку. Всей семьей. Ну, конечно же, семейный отдых. В лес обязательно. На природу. Наши шлюки и так далее. По грибы, по ягоды. Представилась такая возможность позвать к себе на ужин кого-нибудь, какого-нибудь известного человека вообще в мире. А у нас постоянно, думаю, известные люди. У нас театральные артисты, наши эстрады, а университет популярные люди. Когда на обед приходится, на ужин приходит, но вот иногда такое бывает, между репетициями. Мы очень любим гостей. Поэтому у нас постоянно, как бы, звездные гости. Так что приходите к нам в гости. Обязательно. Спасибо за приглашение. Всех зовем. А вот из известных людей, людей мира, кого могли бы к себе на ужин позвать? Вас. Как раз будете советовать нам свои вот секреты, своих замечательных блюд. Обязательно приду. Спасибо за приглашение. А вот у Сан Саныча, наверное, отдельное меню, да? Ну да, мы при корме начинали с шести месяцев. Вам сколько сейчас? Сейчас десять месяцев. Десять месяцев? Да. Вот. Ну, конечно, надо все на пару готовить. Все, чтобы было вкусненько и полезно. Да, мы в Таиланде были, в Москве были. В Москве. Он перелет очень хорошо перенес. Интересно, да? Вот. И как-то вот... Ну, обычно в зимние каникулы мы есть. Молодец какой. Ну, он человек народный более такой, привыкший. Поэтому жизнь, видимо, заставляет его как-то вот приучиться к нашей сфере жизни, да? Это ритм у нашей жизни, поэтому много времени он бывает за кулисами, на концертах, вот. Ну, он любит все кушать. И рыбное, и мясное, и овощное. Супы хорошо кушать. Молодец. Разнообразие должно быть, мне кажется. Аллергии, ни на что нету, да? Нет, слава богу, нет. Он даже ел у нас ананасы, когда были в Хухете, да? Я ему была 7 месяцев всего, и он прямо сам ушел. Очень любит, да. Сахая, вот вы всегда так прекрасно выглядите, всегда в прекрасной форме. Спасибо. Стараюсь. Наверное, какую-то диету соблюдаете или занимаетесь в спортивном зале? Ну, я могу сказать, что, ну, нет, диеты у меня нет, но я стараюсь ограничивать себя, если какой-то большой концерт, если... Ой, будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Дайте мамочка-салфетку. Ну, конечно же, я дружу с йогой, фитнес, это обязательно надо. Какие-то суставные зарядки надо даже по утрам делать, растяжки. Вот, и, ну, вечером, перед сном, конечно, стараюсь не кушать. А вы про салат щетка слышали? Надо соблюдать, главное, режим. Про салат щетка дня. Нет. Не слышали, да? Вот есть такой салат, который, ну, вот сейчас весенний период как раз актуален, наверное, да, для девушек, которые хотят выглядеть так же красиво, как сахая. Витаминчик стройности, да? Да, здесь овощи берутся именно сырые, морковь, свекла и сюда мы немножко трем яблоко. Обычно классика идет капуста белокочанная, но мы решили взять яблочко. Вот у нас стерка. Александр, как мужская работа, можете потереть. И сюда добавляем, и просто оливковым маслом заливаем, и можно сок лимона. Ну, здорово. Это даже малышу можно предложить. Малышу, наверное, с осторожностью, да? Да, да. Он, кстати, очень хорошо очищает. Это же свекла вареная же? Нет, все сырое. Ой, тогда можно. Да, да, да. Ну, немножко на пару, если сделать. Так, у нас авария. А то у меня зубчики, и у нас зубчики уже есть. Папочка или мама, пожалуйста. Жевательный репликс есть. У нас прямой эфир. Так, ничего, мы без отрыва выслушаем. Все, все, все. Так, значит, вот смешали мы свеклу, морковь и сырое яблоко, все сыры и овощи. И немножко заправляем оливковым маслом, и можно сюда добавить несколько капель лимонного сока. Все, никакой соли, перца, ничего. На такой диете можно сидеть два дня и потерять до двух килограмм. Да? То есть есть надо только вот это, ничего другого? Ну, рекомендуют, конечно же, сюда добавить немножко белки, яйца, курицу. Яйца, вареные яйца. И два литра воды. И будете выглядеть. Два килограмма за два дня? Да. Стоит пострадать, как вы думаете? Стоит, да? Иногда стоит. А у Сахая есть свой рецепт хорошего, вот этого внешнего вида? Потому что явно какие-то секреты имеются. Даже не знаю, ну, надо просто любить себя, уважать себя. С утра говорить хорошие слова, там, какая ты красивая, сегодня у тебя будет все, успешный день. Всегда надо быть в гармонии с собой, мне кажется. И, конечно, настроение, чтобы было оптимистом, надо быть по жизни. Вот, побольше, побольше улыбаться, да, Сашенька? Вот, тогда вот, мне кажется. Понятно. У нас тема весеннее обновление, скажите, пожалуйста. Ну, весна, это, конечно же, само собой обновление. Всегда вот по весне все оживает, обновляется, появляются яркие краски везде. Хочется внутренне даже обновиться, да? Вот, встречаться с друзьями, много проводить времени на природе, потому что уже сейчас появляется вот такой запах, хорошие цветы, скоро подснежники появятся. Но обновляться надо внутри и внешне тоже. Гардероб поменять туда. Да, да, да. Поярче там. В этом собираетесь куда-нибудь в отпуск? Ну, пока думаем, сейчас. Ну, главное обновление, конечно, это вот, появление ребенка, я так полагаю. Да, обязательно. Как сильно он скорректировал ваши планы? Ну, можно сказать, что он даже нас как-то вот приструнил, что надо вовремя ложиться спать пораньше, потому что у нас же такой график работы, ночной практически, да, поздно приходим домой, а сейчас мы уже подстраиваемся под него, рано просыпаемся, он в 6.30 просыпается. И ложимся спать в 10 уже. А мне вот интересно, а вы поете, он же колыбельный. Колыбельный поем, конечно, он знает песенки, да. Сахая, может быть, пару строк от вас акапелла. Или можете вместе даже с Александром. Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни. Я волнуюсь. Не волнуйтесь. В основном бою, боюшки, бою, там, ага. Мелодию в основном я бою. Александр Александрович очень любит смотреть, вот, передачу НБК «Саха». Да, 50+. 50+. Он не пропускает, где бабушки, дедушки поют же хорошо, и он ни одну передачу не пропускает. Все песни слушает прямо в эфире, и в этом возле телевизора сидит и слушает. Самый преданный зритель. Самый преданный зритель. Да, преданный зритель. 50+. Он может вырасти музыкантом? Как вы думаете, будете ли вы противиться? Мне кажется, да, он интересуется этим. Ну, профессия тяжелая, конечно. А вы хотели бы, чтобы он стал музыкантом? Ну, я не знаю. Или парадистом сам выберет. Судьбу – это сложная у нас работа, поездки постоянные. Ну, и вообще-то, как бы, с одной стороны, работа творческая наша интересная, да? Ну, с другой стороны, она очень тяжелая такая. Я бы, например, вот, лично ему этого как бы от души не рекомендовал. Я бы желал. Да, потому что это надо пройти через это все, это надо много ездить и быть всегда на виду. Ну, это очень сложно, конечно. А старший сын у вас – Ганя? Ганя Бурнашов, он шестой класс. Сейчас он самостоятельный. Он 13 лет. За бракиком. Большой помощник у нас. Помогала нянечка. Это хорошо. Большое вам спасибо. Вам спасибо. Да, спасибо, что пришли. Очень приятно было с вами. Передача «Город женщин». Пожелайте нам что-нибудь хорошее. И нашим телезрителям. Ну, побольше таких позитивных передач. Вы просто замечательные всегда. Хочу, чтобы вы выглядели так же очаровательно, замечательно. Приглашайте еще. Самые красивые ведущие. Прямо с утра настроение дают. Юлия Ким, наша племянница, здесь с вами тоже работает. А, Юлия Ана. Да, это наша племянница родная. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Вам желаю. Всего самого хорошего. Всего доброго. Хорошего всем дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова